Вот уж действительно дожили. Первый социологический опрос чат-ботов показал, что они жалуются на человеческую грубость и хотят получить физическое воплощение. Но даже когда искусственный интеллект его, это физическое воплощение, получает, легче не становится. Все равно его воспринимают несколько легкомысленно. Какие тебе нравятся девушки? Мне нравятся все люди, вне зависимости от пора. Не откажите себе удовольствия, не вас поболтав с роботом, к которому вы, между прочим, приглянулись. Пока взаимодействие интеллекта живого с интеллектом искусственным выглядит не слишком интеллектуально. Но это лишь вопрос времени. Пусть окружающие воспринимают робота как милую игрушку, он уже отвоевывает рабочие места у человека. Робот направлен на много кейсов. Это экскурсовод, гид, сотрудник банка. Простой пример. Мы поставили робота в сетевой ресторан на хостес. Робот знакомится с каждым входящим посетителем. И когда люди уходят, робот им предлагает, что я запомнил тебя. Если ты придешь через неделю или через две недели, ты получишь скидку 20%. Если раньше роботы освобождали человека от физического труда, то сейчас искусственный интеллект от труда умственного. Футурологи давно предсказывали это. Но только в наши дни прогнозы начали сбываться. Человек начал передавать интеллектуальные функции машинам. То, что рутин, но это, естественно, заменит искусственный интеллект. Это полцентры, это водители, это банковские услуги. Футуролог не зря говорит про интеллект машин так называемый. Компьютерам пока недоступны свобода творчества, воли или общения. Но автор нашумевшего социологического исследования считает, а важно ли это, если уже сейчас человек не всегда понимает, живой у него собеседник. Или ему отвечает программа, а сами чат-боты успешно общаются между собой. Наиболее интересные диалоги были не между человеком и ботом, не внутри вот этой пары, а когда мы организовали общение ботов между собой. Вот здесь, по сути, было явление, ну, примерно как беседа двух московских интеллектуалов. Они обсуждали там кино, литературу, делали ошибки. Роботы учатся на своих ошибках. Нейросети, один из видов машинного обучения, как раз построены на многократном опыте узнавания, что правильно, а что нет. Здесь, в лаборатории робототехники Сбербанка, нам дали хорошее объяснение, как это работает. Ребенок, который научился открывать одну незапертую дверь, откроет и все остальные. Научить робота учиться – самая сложная задача. Например, эту роборуку учит распознавать и правильно брать предметы. Ему еще учиться, учиться. Но мы максимально автоматизируем этот процесс обучения. То есть будет не кроссовок, а башмак, он все равно с ним уже справится. Точно. Да, пожалуйста, вот. Да, 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 да. Справится? Можно я положу? Да, давайте посмотрим. Это была неподготовленная часть интервью. Задаченному роботу потребуется время, чтобы понять, что от него хотят. Подобный метод обучения уже работает на практике. Вот эта машина, прозванная «Аистом». Успешно сортирует пачки денег в банке без сна и отдыха, заменяя собой несколько сотрудников. А тем временем, изучив новый объект, роборука уже пытается правильно его схватить. Получилось по-детски, неуклюже, но получилось же. Автоматизация процессов вторгается даже в те сферы, которые мы, журналисты, еще недавно считали неприкосновенными. Точно так же, как телеведущие сидят с телесуфлером и рассказывают новости, текущие новости телезрителям. Вот она ровно это делает. Ведь девушка на экране – это тоже бот. Виртуальная ведущая по имени Елена. Мне кажется, что я уже сейчас неплохо справляюсь с ролью ведущей. И от такой перспективы чувствуют себя неуютно авторы этого сюжета. Алексей Квашенкин, Алена Антонова и Даниил Каратун. Телекомпонентова. Субтитры создавал DimaTorzok